Всем привет! Надеюсь, у вас хорошее настроение. У меня оно особенно предпраздничное, потому что в декабре, мне кажется, у меня всегда предпраздничное настроение. Сегодня я хочу рассказать вам про свои покупки, которые я сделала, готовясь к Новому году. Ну, в основном это будут ёлочные игрушки. В этом году Илья сказал, что давай всё-таки поставим большую ёлку, потому что Платон созрел. И нам показалось, что для него будет очень важным ритуал украшения ёлочки, что для него будет очень важна вся эта атрибутика. В одном из прошлых видео я у вас спросила про ёлочку. Я очень хотела купить нормальную, искусственную ёлочку, красивую. И, знаете, мы совершенно случайно проезжаем мимо Юра Мерлен. Кто-то мне в комментариях написал, ты заедь, посмотри. Мы заехали, посмотрели. Первое, что я увидела, я, конечно, чуть не заплакала, потому что это был ужас. Но потом где-то вдалеке мы увидели такую небольшую ёлочку, у неё были литые иголочки, и я именно такую хотела, чтобы это меньше осыпалось. Но, к сожалению, она была маленькая, и я просто через интернет-магазин потом нашла с таким же артикулом ёлочку побольше. Всё, у меня есть ёлочка, и я подумала, так, а теперь я буду покупать игрушки. И это особенный кайф выбирать игрушки. Сначала у меня был, знаете, соблазн взять и сделать такую дизайнерскую ёлочку, что-то придумать, какие-то задумки. В определённой тематике, в определённом стиле, в определённом настроении. Но я подумала, что это будет слишком скучно для ребёнка, и стала вспоминать, как же я относилась к игрушкам в детстве. Все эти шарики мне было вообще фиолетово, мне на них было пофиг. Мне запомнились именно грибочки, яблочки, мне запомнились сосульки, мне запомнились снеговики, мне запомнились баяны, запомнились все фигурки. Но шарики, естественно, мне не запомнились. И я подумала, что для него, для ребёнка будет особенно приятно вспоминать потом какие-то из этих игрушек, которые я вам сейчас покажу. Они, может быть, доживут до его сознательного состояния, может быть, до взрослого. И он будет смотреть на них, у него будет особенное чувство ностальгии. И да, это так и продумано. Давайте приступим, с какой же коробки я начну. Наверное, с того, что каждый декабрь, наверное, каждый человек, он ездит в Икею. И я не исключение. И в этом декабре я тоже поехала в Икею. Это было вчера ночью. Я поехала и купила то, что мне там особенно понравилось. Самым основным было купить на верхушку звезду. Именно звезду, потому что я помню, как в детстве мне очень не нравилась вот эта вытянутая сосулька клизма. Мне это не очень нравилось. Помню, у нас во дворе у одной девочки дома стояла елка со звездой наверху, и мы ей все жутко завидовали. Я решила, что нужно купить обязательно звезду, чтобы у нас не было этой сосульки. И я купила ее в Икею. Как видите, такая большая, добротная звезда. Мне она очень понравилась. Мне ее сняли с прилавка. Это целая история. Еще один вид украшений, которые я купила, это были вот эти черные шарики. Мне понравилась их интересная форма, похожая на какие-то кувшины. И мне понравилось, что они матовые. Это так стильно. Заодно я взяла такие шарики, немного похожие на диско-шары. И зачем-то, зачем-то я взяла вот эти два корыта. Я не знаю, зачем. Видимо, я предполагала, что я это поставлю внизу елочки и туда что-нибудь насыплю. Возможно, я так и сделаю, кстати. Или цветы поставлю, чтобы красиво было. Да, ну, тазы. И, короче, только на Новый год, мне кажется, я буду пользоваться этими тазами. Это еще интересная покупка. Я не знаю, зачем она мне. Это какой-то золотой песок, пыль. Что с ним делать? Я не знаю, может быть, делать такое волшебство и разбрасывать по сторонам. Можно, кстати, попробовать сейчас так сделать. Ну, еще я решила купить вот такую коробку. Ну, как бы сейчас это лист, но она складывается и превращается в коробку. Я подумала, что как-то закончится Новый год. Надо же будет куда-то складывать все эти игрушки. И я купила такую большую коробку с крышкой. Ну, и на всякий случай я взяла игрушки, такую вот большую упаковку игрушек. Может быть, я даже не буду ими украшать елочку. Я просто их высыплю в эти тазы. И тоже будет, мне кажется, интересно. Или просто их можно бросить в какое-то большое блюдо. Игрушки я заказывала на разных местах. Где увидела красиво, вот там и заказывала. В основном это были, конечно, интернет-магазины. Такая коробка еще одна. Буду вам сейчас там показывать. Такая красивая танцующая пара на белом жемчужном шаре. Это шар из стекла. Я его купила как раз в Леруа Мерлен. Также в Леруа Мерлен я купила вот таких роз. Мне показалось, что это будет красиво украсить как-то елочку. Когда мы были в Леруа, я купила вот такой набор светодиодов в виде цветов, в виде белых роз. И мне показался он очень нежным, очень красивым. Кстати, эта идея украшать, мне кажется, елочку не шарами, а именно цветами. Это очень будет красиво, очень нежно. Вот эта лягушка-царевна мне тоже очень понравилась. Она такая интересная, такая сказочная. Такое переливающееся перо. Такой прекрасный олень, у которого вместо рогов какие-то ветки с листьями. Тоже мне показалось очень романтичной и красивой. Дальше будут игрушки не пластиковые, а стеклянные. Смотрите, какой красивый селезень. Очень красиво сделан искусно. Очень мне понравился. Такая вот интересная игрушка колода карт. Очень классно смотрится. Смотрите, еще какие красивые стеклянные ключики. Ой, вот набор. Вообще, вы сейчас увидите, что я не просто там как-то придумала, что я люблю птичек, а что я их действительно люблю. Вот такая красивая игрушка, шарик серый, матовый, с птичкой наверху, которая поет. Дальше следует вот такая красивая стеклянная игрушка в виде пирожной, которая накрыта колпаком стеклянным. Мне она тоже показалась очень красивой. Мелый матовый шар с белочкой. Вот эти серебряные игрушки мне понравились по форме. Мне кажется, это какая-то стилизация под шишки. А вот этот матовый шарик с такими кристаллами, со стразиками красными. У меня, как видите, такая тема классических оттенков на елочке. Еще покажу вам очень красивое украшение, которое можно использовать не только для елочки, но и вообще для декора, для зимнего декора. У нее работа сделана из стекляруса и бусин. Еще вот такая потрясающая снежинка. Здесь вместо стекляруса уже обычный бисер. Ну как обычный, он такой немножко серебристый. Видите, это очень красиво смотрится. Они выглядят по-настоящему интересно, как будто действительно какая-то снежинка из кристаллов. Мне очень нравится вот эта снежинка. Как видите, она по-настоящему красивая, такая зимняя. Ее можно повесить на елку, ее можно повесить на ручку, дверцы. И это будет очень классно смотреться. Вообще, куда угодно ее можно повесить. Можно вообще ее пришить на какой-нибудь свитер. Мне кажется, классно. Сегодня, кстати, я была в Афимоле, и проходя мимо у Ютера, я зашла и купила там таких вот птичек. Это стеклянные птички. Как видите, она очень-очень красивая. И еще вам покажу сейчас тоже очень классные. Морковки стеклянные. Как видите, она очень интересно окрашена, как будто она старая, состаренное зеркало. Я пытаюсь принять и понять тот факт, что стеклянные игрушки будут разбиваться, но это всегда особое настроение. Мне кажется, в стеклянных игрушках есть душа, потому что именно стеклянные игрушки, они сделаны вручную, а не какой-то конвейер, где шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп, и тебе уже 500 тысяч одинаковых игрушек. Этот холл очень такой игрушечный, очень новогодний. Но я купила также еще вот такую птичку. Это шкатулка. Туда можно что-то положить, может быть, какие-то украшения. Мне кажется, это очень здорово смотрится, красиво. Ну, продолжая тему птичек, я их очень люблю. Я купила вот такую красивую птичку, которая сидит на шишке, и тут у нее какой-то гнездо, в которое тоже можно что-то положить, такое мелкое. Или не класть, и это будет такой красивой статуэткой. Мне кажется, это очень красиво. И еще одна милая статуэтка с птичками. Здесь мама-птичка кормит своего малыша, который сидит в гнезде. И здесь тоже есть такое место, куда можно что-либо положить. Мне кажется, это очень здорово, и они вдвоем будут очень красиво вот так вот стоять и сочетаться прекрасно. Сейчас я вам покажу очень красивые, искусственно выполненные игрушки, которые сделаны из стекла, которые имеют ручную роспись. И мне они особенно нравятся. Смотрите, как это красиво. Эти снегири выполнены вручную. Это очень красиво, аккуратно. И сейчас давайте я вам скажу, что это за фабрика. Ариэль. Фабрика называется Ариэль. Смотрите, еще какой красивый шар. Черный, на нем вот эти грозди и рябины. И это так красиво сделано вручную. Сейчас я вам скажу, что это за фабрика. Это фабрика Беорюсинка. Я купила несколько таких шаров. Мне кажется, я буду плакать, если вдруг что-то разобьется. Смотрите, какой совенок. Как он аккуратно сделан. Давайте я вам скажу, что это за завод. Это завод Ёлочка. Он ведет свою историю с 1887 года. И она действительно выглядит очень так олдскульно. И мне кажется, именно такие игрушки мы запоминаем, когда украшаем ёлочку. Крывая эту коробку с игрушками, ты перебираешь их каждый год и говоришь, О, это этот филин! И вы только посмотрите, какая красивая, искусно выполненная работа. Фабрика Ариэль. Очень красиво сделана, очень аккуратно. Это очень приятно держать в руках, но это приятно смотреть, потому что они сделаны на совесть. Тут нет никаких косяков. А, и вот давайте я вам покажу одну очень красивую игрушку. Вы только посмотрите, какой щелкунчик. Он так аккуратно сделан. Он такой классный. Он стеклянный, и мне он очень нравится. Очень красивый. Он такой немножко винтажный. И это тоже фабрика Ариэль. Как видите, у меня тут все с разных фабрики. Я выбирала игрушки именно так, чтобы мне они нравились. Конечно, наверное, выгоднее купить все в одном месте. Но мне хотелось именно что-то купить то, что мне... Посмотрите, какой красивый белый филин. Они такие все классные, они такие все винтажные. Мне это в них очень-очень нравится. Посмотрите, какая голубка. Очень красивая голубка. Такая пара голубей. Мне они очень понравились. Они на такой прищепке. Это все... Не знаю, я на них смотрю, и у меня еще больше ощущения Нового Года. Также я решила взять символ года, петуха. И мне он очень понравился. У меня такое ощущение, что лучше покупать все на фабриках, которые работают давно, у которых есть история, которые уже действительно хорошо, искусно их выполняют, а не просто то, что сейчас продается в большом количестве. Тяп-ляп. Смотрите, как красиво. Какая-то эскимосочка с бубном. Очень красиво, очень искусно, аккуратно. Тут хочешь придраться, но не к чему. Потому что оно такое классное, такое аккуратненькое. Прям супер. Игрушка к игрушке. Посмотрите, какой красивый колокольчик. Прозрачный. Вот эти веточки. Супер. Солдатик. Мне кажется, Платон, он очень-очень понравится и запомнит. Мне казалось, что я буду рассказывать об этом очень-очень долго, и что видео затянется. И я даже не заметила, как пролетело время, когда я рассматривала эти игрушки. Я не знаю, для всех ли так, или только для меня. Вот. Это все мои покупки, которые я сделала к Новому году. Возможно, я что-то еще куплю. Я надеюсь, вам понравилось со мной рассматривать игрушки. Я вообще думаю, что можно каждый год покупать какие-то красивые игрушки. В следующие, наверное, годы надо уже поменьше покупать, потому что елка упадет. У меня была такая подруга, у них каждый год падала елка, потому что они наряжали ее слишком мощно, слишком много игрушек. Она была просто тяжелая, она падала. Надеюсь, вам понравилось это видео. Я надеюсь, я вас вдохновила, и вы тоже купите какую-нибудь стеклянную игрушку. Кстати, я еще подумала, что можно покупать игрушки в разных странах, чтобы потом их ассоциировать с этим событием, или с каким-то человеком, или просить, чтобы вы мне дарите игрушки, я буду их коллекционировать, и чтобы память о людях была и в игрушке тоже. Конечно, если она разобьется, ты что, забудешь этого человека? Ну, навряд ли. И до встречи в новом видео. Пока. А сегодня вечером мы будем украшать Платоном елку. Он еще совершенно не знает, каких игрушек я бы напокупала. И ему, думаю, будет очень интересно их разглядывать и смотреть. О, мама, щелкунчик, щелкунчик! Мама, мама, смотри, филин или мама, солдатик! О, как прикольно! Птичка! И мне кажется, ему будет очень приятно украшать со мной елку. И все, пока! И обалдеет, как красиво! Ой-ой-ой, мы уедем! О, да! Он придет, скажет, ого, какая игрушка! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Ой, какой чудный! А я включу музыку. Мама! Мама, по-моему, по-моему, заходите! Музыка! 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 Продолжение следует...